Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня... Все, да? На посран! Итем Скорцов и его Санг Янг Рекстер. Итем, расскажите об этом... Санг Янг Рекстер. Скажите об этом Устанбии. Ну что его сказать? Куже недороговато, но ломается редко. К примеру, вот. Запчасти. Если его приводить на газ, то надо учитывать то, что хотя бы форсунки на него стоят от 30 тысяч рублей. Но, как я уже говорил, ломается он редко при должном обслуживании. Ага. А вот как поездовым характеристикам как вот автомобиль вообще себя ведет? Замечательно. Не нарадуюсь. Сколько пил. В зависимости от того, где едешь. А какой бензин? Бензин 92-й, как и по паспорту. Ну, сейчас лето. Проблем нигде. Расход до 14 уменьшается. Ага, хорошо. Артём, а почему вот именно этот автомобиль? Ну, у меня знакомый упадал, что машина не ухаживает. И поэтому я не сомневался при покупке, что машина ухоженная и, несмотря на свои годы, в хорошем состоянии. Уважаемые автовладельцы, всегда пристегивайтесь, когда ездите за рулем. Это ваша безопасность. Как нажать, чтобы? Сбоку электронную. И включи зажигание сначала. Там несколько. Какую трогать? Ниже которой. Вперед его двигать. Ах! 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 Ах, команда. Типа! Напис겠습니다! Типа! 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 Свет звучит на ручке. Типа! 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 Это настоящий джип, корейский, но этот джип, о, как все видно, как в газете не сидеть. В этом году мы идем чистым. Здесь китайцев и южнокорейцев, две разные расы, еда, культура, все отличается. Поэтому не нужно думать, что этот корейский автомобиль плох. Он хорош. Нет, поехали прямо. И удобен. Хороший и удобен. Использование, как и везде. Вот сейчас ямы, да, мы обезжаем, но... Обезжаем. Педаль сцепления не ищешь по привычке? Еще. У меня нога просто ушла куда-то. А теперь нажми педаль в пол и там еще кнопка есть, еще лучше нажми. Еще дальше. О, мы всегда он испытали сейчас. Только что автомобиль резко ускорился. Такое ощущение, что это был просто ревок с места. Такой хороший ревок. Оп, ямка. Ну ладно, это нам не страшно. У нас клиренс. Мы можем на дорожную трассу сейчас заочно пройти. По крайней мере, больше, чем у той ладницы просто. Так. Учебная кабинка. Нам только мешаешь. То есть, автомобиль сразу набирает скорость. Причем неимоверно. Кстати, после набора 40 км в час, поднимаешь вот этот язычок вверх. Рычажок. И включается круиз-контроль. Вот, то есть, ты можешь сам ездить, да? Да. Не трогать тройку, машина сама будет. Нет, не трогать педали. Но за руль я советую держаться всегда. Это главное, да? Давайте, пешеходите. Идете как по Блевару. Русина с собачкой. Даже не думая, что это внедорожник. Он сначала едет медленно, размеренно. Но потом, нажав на педаль, ускорение, тебя втапливают в пол. В кресло, точнее, пешеход. Где пешеход? Чувствуешь, как педаль тормоза отталкивает немного? Да. Это АБС работает. Ладно, переключаемся. Рычаги управления тут очень плавные. То есть, переключение этих, при строении поворотников, это очень лёгкая операция. То есть, просто небольшой такой маленький чёртёк. Долей. Приятно у вас будет радовать. Дяденька, иди. Вот сейчас такой шум. Такой. По шести. Поставили очень комфортно. Отпусти педаль тормоза. Вообще я не держу. Эй. Скорость маленькая. Чуть побольше должна быть. Да, он от 40 км сейчас круиз включает. Ага. Не-не. Я ещё рано круиз. Машина ещё и достаточно умная. Заглуши сейчас машину. И попытайся завести снова. Как видишь, пока ты держишь машину на передаче, она не заведётся. А, интересно. Машина. Корейцы молодцы. Так же один раз у меня было тормоза отказали. Вся тормоза жидкость утекла. И машина в этом случае тормозила ручником. Машина молодец. Ещё и двигателем. У тебя бар тут целый? Ну. Знаешь, в обычных машинах это называется бардачок. У тебя это называется бар. Под рюмочник и подстаканник. Ничего себе.